Всем привет! Вы на канале Польза.нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. На один из таких обзоров вы и попали. Сегодня я буду рассказывать о телефоне Xiaomi Mi 11i. Это канал Live. Особенность данного канала в том, что я здесь рассказываю все подробно, но не максимально сжато. Сжато, насколько это возможно, будет на основном канале после того, как я здесь выгружу обзор. С максимальным количеством примеров видеосъемки. В первую очередь я хочу сказать, что начало данного ролика как раз снято на Mi 11i. Единственное, звук пишется с микрофонов роуд, с петличек, на которые вчера я выгружал обзор на этом канале. Они более-менее профессиональные, поэтому микрофоны оценивать пока не стоит. Но в обзоре обязательно будет запись микрофонов с самого телефона. Сможете совершенно великолепно сравнить. Напоминаю, что на канале на основном есть ежемесячные розыгрыши 5 Mi Band 5 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Здесь я провожу прожарки самых интересных телефонов и провожу розыгрыши. Плюс создаю вот такого рода обзоры, которые, я надеюсь, вам будут полезны. Чем мне понравился данный телефон, как многие у меня часто спрашивают. В первую очередь тем, что он дешевый для своих Mi 11-х. Я считаю, что за 30-ник купить такую мобилу это круто. Понятно, что на Алине они сейчас дороже. Понятно, что на распродаже они будут, как всегда, примерно так же. Распаковку, что внутри, характеристики, тесты всего и вся вместе с играми вы сегодня увидите. Так что смотрим, пишем в комментариях, какие остались вопросы. И обязательно пишем, на что еще хотите увидеть обзор. Сегодня, кстати, будет обзор на основном канале, на телефон Realme 8 5G. Так что смотрим и тоже оцениваем. И, как говорится, сходу с места в карьер. Первое. Вы сейчас слышите микрофоны самого телефона. Пишу я все это дело на фронталку сразу после основной части ролика. Вот, чтобы вы примерно представляли разницу. Помимо этого, здесь 1080p 60fps. А на основную камеру я снимал, опять же, тоже с руки. Начало этого ролика. Почему такой акцент на камеры, как и у всех? Потому что, чтобы вы понимали, реально по факту, основная стоимость девайса сейчас это камеры и ПО под него. Все остальное, даже включая то, каким образом отрабатывает у вас экран, то, как мощно или не мощно работает и ведет себя в играх телефон, его процессор, его GPS-модуль и все остальное, оно дешевле. По факту, маркетинг делает так, чтобы мы покупали телефоны ради камер, ради плюшек, ради того, что, допустим, в этом Mi 11, а я покажу это в ролике, можно, допустим, дублировать человека. Раньше нужно было конкретно программно заморачиваться. Сейчас можно просто в телефоне зайти и радовать народ в ТикТоке. Они будут удивляться, вау, как ты это сделал. Это, опять же, не реклама, это попытка объяснить, что, по большому счету, 80%, даже, ну, ладно, не 80%, 70% стоимости, это маркетинговая реклама за камеры. Камеры вы увидели, сейчас расскажу об остальном. Ну что, вот мы и в студии. Напоминаю, что запись ведется на Mark II Canon, если захотите посмотреть обзор на основном канале, он есть. Мы имеем упаковку вот такого вида, как у всего премиума, она а-ля обезличена, по факту, это максимальный стиль. Немного она погнулась во время того, как мне ее везли из Китая. Долго мне его отправляли, ну и черт с ним. Что мы имеем? 8 гектара оператива, 128 на борту. Разумеется, это вариант из разряда можно было бы где-то и получше взять, но это было бы дороже. Я, как вы понимаете, для обзора беру максимальный эконом-класс, иначе накладно выйдет. Вскрываем коробку. Здесь стандартно, я, разумеется, уже почти все вынул. Мы имеем, разумеется, макулатуры, аж три штуки, чехол, притом комплектный, не самый плохой. Разумеется, помимо этого, у нас идет в упаковочке, чтобы знать все, телефон. В красивом ролике обязательно обо всем расскажу. Здесь можно кратко сказать, что камера на 108 мегапикселей, AMOLED-экран на 120 Гц, 6,67 дюйма, немаленький Snapdragon 3 восьмерки. Ну, сами все видите. И, а-ля, он считается очень стильным и тонким. Батарея всего на 4500 мАч, тоже это ничем никого не удивишь. Почти все рилме на 4500 мАч, поэтому вскрыли, посмотрели на макулатуру, кому интересно. Здесь дальше идут маленькие лайфхаки. Лайфхак заключается в чем? Первое, мы не должны потерять скрепку, разумеется, скрепка это важно. И второе, мы не должны пропустить вот этот маленький пакетик прелестный. Прелестный пакетик нам нужен для чего? Телефон физически, вы сейчас увидите. Здесь в комплекте сразу же идет переходник с Type-C на мини-джек. Это очень круто, если у вас есть хорошие проводные наушники, при том, что производитель обещал внутри хороший ЦАП. Это дело для основного обзора, я обязательно хорошенько проверю. Понятно, что до уровня каких-нибудь лыж древненьких, у которых стояли супер ЦАП, вряд ли Xiaomi долетит. Но в целом, сама попытка засчитана. Что еще? Мы достаем телефон, видим, как он мягенький, приятненький и сразу же запихиваем в чехол. Для чего? Для того, чтобы понять, насколько удобно он запихивается и качество чехла. Качество чехла неплохое. Это раз-два, у нас есть заглушка под Type-C, у нас симка и еще одна симка, возможно, для подключения. Это раз и два. Здесь есть у нас прорезиненный лоток. Прорезиненный лоток это всегда хорошо, значит защита от влаги имеется, даже если она не заявлена производителем. Теперь по датчику отпечатков пальцев. Он находится в кнопке, кнопка сбоку, и я бы не сказал, что кнопка особо плохая. Сейчас я делаю лайфхак. Я этот палец уже заводил, и если Xiaomi определит тот же самый палец, значит не очень хорошо все с прошивкой. Как вы видите, второй тот же палец Xiaomi определила. Это нехорошо, значит они вообще не поняли, какие пальцы у меня для чего. Раз-два, люфт у кнопки питания есть, люфт у качельки громкости тоже имеется, не сильный, не сильно бесит, но факт остается фактом. У нас есть разблокировка по лицу, которую я, разумеется, не делал, можно ее завести. Ничего сложного в этом нет, 5 секунд, и мы увидим, как это дело работает здесь. Добавляю лицо, да, видит, видит в очках, при том я записывал в очках. Сходу с вами посмотрим размеры девайс, то есть около 11,5 мм в месте, где камера. Чуть меньше 10 мм, можно считать, что 10 мм. Ширина телефона почти 80 мм. Не критично, но и не идеальный вариант. Телефон, как вы видите, вообще никак не компакт. Он почти у нас 17,4 см в высоту. Дальше обратим внимание на версию прошивки. Если заходим в настройки, мы видим, что у нас стоит глобалка MIUI на 1204 стабильно. Сейчас проверят обновление. Обновления все еще не найдены, и это, в принципе, неплохо. По хранилищу у меня сейчас 128 гектар, из них система занимает целых 14 гигабайт, и это более чем прилично. С приложениями у меня осталось вообще, считайте, что ничего. Версия Android, разумеется, 11. 11. Что у нас еще интересного по телефону в настройках? Разумеется, надо посмотреть экран. Экран темный, яркость вы видите. Частота обновления нужно выставить, разумеется, 120 герц, на выбор 60 либо 120. После того, как мы выбираем 120 герц, можно посмотреть, что у нас есть по особым возможностям. Особые возможности, есть ли DC Dimming. DC Dimming я пока не видел. Always on display. Сейчас мы с вами проверим. Активный экран и блокировка. Активный экран отключен. Мы сейчас его включаем. Стандартно, допустим, калейдоскоп. Применяем и смотрим, каким образом это дело будет работать. Пока Always on display работает. Считаем 10 секунд. Как любят Xiaomi исчезать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как вы видите, Always on display здесь максимально адекватный. Отлично, что он будет перемещаться по экрану. Для того, чтобы экран выгорал не в одном месте, а во всех. И постепенно пожрать батарею. Но с батареей здесь я уже говорил, что все, в принципе, меня радует. Понятно, что здесь можно все практически установить. Можно установить калейдоскопом. Можно показывать анимацию, разумеется. Есть спящий режим. Есть карусель обоев. И быстрый доступ к камере. Ничего нового. Ничего сверхъестественного. Поэтому пойдем мы к нашим любимым тестовым программам. Начать я хочу с писемарка. Здесь все довольно просто. Я провел уже тесты автономность. И самое важное, это то, что он живет 9 часов 9 минут. Вполне неплохо для данного аппарата. Так, и пока я не забыл про умную зарядку. Умная зарядка здесь на 33 ватта. В принципе, она довольно быстрая. Но по моим тестам никаких там 50 ровно минут, как многие рассказывали, нет. На 100% с нуля она заряжает где-то за минут 57-58. По-разному там раза 3 я тестировал. Один раз 57 минуты, два раза по 58. Следующий момент. Здесь есть, разумеется, зум при съемке. Видео это раз. И два по железу. Хотелось бы отметить, что это все равно не тот смарт, о которых вы, допустим, видите у больших блогеров, которые покупают китайские. Горят, допустим, к 40 про. Вот вам к 40 про. Нет, если вы берете, опять же, глобальные версии, это фактически глобальная версия телефона. Здесь плюшек больше, стабилизации больше. По многим вопросам. Это, опять же, мое субъективное мнение. Кто тестирует, я думаю, прекрасно это дело заметил. Сходу про камеру. Насчет фото возможностей. Все это дело относительно. Я говорю, я знаю столько а-ля профессиональных фотографов, которые с пеной у рта будут говорить, что, допустим, видеосъемка супер, а фотосъемка хлам. Ну, на то, друзья, и прямые руки. На то и попытка выставить правильно там ISO и т.д. Проще говоря, с данной прошивкой, на данный момент, а сейчас уже конец июля, по мне телефон фотографирует нормально. Но я оставлю это на откуп людям, которые а-ля разбираются. Мое дело показать вам видео. Mi 11i, 60fps, 4K, съемка это не максимум. Наширик он максимум может снимать в 1080p. То есть здесь мы имеем картинку довольно плавную. Логично, что телефон также может снимать еще и в 8K, которое нам и не нужно. Попытаемся сейчас максимально увеличить картинку. И это X6. Ну, неплохо, в принципе, неплохо. Напоминаю, что съемка ведется на штатный микрофон. Как долго он сможет снимать, я вам обязательно сообщу. Снимаю с двух рук. Можно сказать, что я стараюсь. Если бы не старался и снимал с одной руки, была бы вот такая картина. Рваной картинки не наблюдаю. Не скажу, что снимает плохо или хорошо. Против солнца, как вы видите, засветы лютые. И смысла снимать, разумеется, нет. Движущиеся объекты вроде бы неплохо получаются. Будем ждать, как быстро он перегреется. Потому что в тестах Antutu он перегревается довольно быстро, но не висит. Съемка на фронталку в условиях недостаточной видимости. В тоннеле под Невским проспектом в переходе. Вот так, при не очень хорошем освещении, будет снимать вас фронталка. Напоминаю, 1080p, 60fps. Mi 11i, 1080p, 60fps. Фронталочка. И, как я вижу, роллинг-шаттер в самый раз даже с телефона. Возможно, я ошибаюсь. Что я могу сказать по поводу камеры? Да, думаю, и так все прекрасно видно, что неплохая стабилизация. Это первое. Второе. Стабилизация есть. Роллинг-шаттер вроде бы есть. Даже на телефоне видно. Цвета передает неплохо. Пишет неплохо. На 4К нет. У Снэпа трех восьмерок. Нет 4К у фронталки. Окей. Но это неправильно. Ночь улица фонаря аптека. Если серьезно, у меня много очень спрашивали в последнее время, чем мне так приглянулся Mi 11i и по какой причине я в комментариях, допустим, советую народу сходить в магазин его потрогать. Наверное, в первую очередь тем, что у него все не очень плохо. То есть у него Снэп 3 восьмерки, как у Realme GT. У него камера не шлакоблок. Вы сейчас это видите. То есть даже ночью она снимает даже фронталка в 1080p 60fps без глюков. Если брать основную камеру, то хочу отметить, что это один из немногих телефонов, который может снимать. Мало того, что в 8К за тридцатник с копейками, так он еще помимо этого может снимать в 4К 60fps и не вырубается через 5 минут, как тот же мой любимый родной OnePlus 9 Pro. Вот так снимает фронталка ночью. Я думаю, что чаще я буду даже проверять, как именно она снимает камера ночью. Тем более у телефонов дороже 20 тысяч рублей. Да, зернисто. Да, это дело точно нельзя не использовать ни в каком кинематографе, но для YouTube, как вы видите, мне кажется, пойдет. Ночь. Основная камера 4К 60fps. Стандартное мыло. Стабилизация минимальна. Но что-то видно. Что-то по минимуму. Плавность не отличается от дневной. Зернистость, я уверен, что будет люто. Притом мерцание у огоньков крайне неприлично. Но ожидаемо. Скажем так, ночью ничего хорошо и идеально не снимает. Видео-примеры вы увидели и еще не раз увидите, в том числе ночную съемку. При том, что ночную съемку я всегда считаю мракобесным хламом. По экрану. Экран здесь 120 Гц. В чем его особенность? Что вот, допустим, при прокрутке новостей мы эти 120 Гц видим. Здесь мы видим только 60. Ничего пока не поменялось. Сколько FPS в играх вы скоро увидите. Плотность пикселей сейчас вы увидите в Аиде. Но напоминаю, что все эти программы, включая Аиду, они имеют неприятную особенность. Они очень часто показывают нереальные характеристики в тех или иных моментах. Допустим, могут Bluetooth не тот показать. Могут реально с экраном нахимичить. И если вы сравните три вида программы, допустим, Аиду, 3DMark и Antutu, то, вполне возможно, они покажут чуть-чуть разное железо по каким-то моментам. Это, опять же, потому что лайв-канал. Могу вам и рассказать. Что у нас с процессором? Процессор здесь, разумеется, Snapdragon 3.8. Про перегрев я вам еще во время ролика в раз, наверное, 10 скажу, что мне понравился этот смарт. Несмотря на то, что троттлинг тестов вы его тоже увидите, может быть, как раз сейчас. И вот это стандартные 188 гипсов при 100 головках на 30 минутах на Mi 11i. Что я могу сказать? Snapdragon 3.8 в принципе не удивляет. Везде плюс-минус такая картина. Может быть, Realme чуть-чуть лучше справляется. Но, по большому счету, не намного и лучше. Телефон горячий. Главное, не вырубается. И то хорошо. Еще раз напоминаю, что в 4К 30 фпс это дело не сильно перегревается, в отличие от OnePlus 9 Pro. И ограничения у него в среднем 7,5 минут он снимает. И потом включает следующую запись видео в 4К, что довольно хорошо. И вот она, финализация 30 минут при 100 головках. И, я скажу так, перегрев по большому счету оказался незначительным, потому что, как вы видите, гипсы вернулись на круги своя. Средний был 211 гипсов. Минимальный 171 и максимальный 323. В целом, телефон ведет себя более чем адекватно. И я понимаю, что мало когда будут такие нагрузки. Но, допустим, при съемках в 4К или 8К, 100% примерно так себя и будет чувствовать процессор. Вот это дело отражает то, что процессор справится. В каком-то смысле проваливает. Но он раз не перегревается, он не вырубается. Он проходит стресс-тест Antutu. И, помимо этого всего, он довольно неплохо ведет себя в играх. Да, он сбрасывает яркость. Допустим, в том же Genshin'е он сбрасывает яркость где-то после 3-5 минут. Но он сбрасывает яркость на проценты 4. Если говорить, что это похоже как Poco F3, а это фактически мини-Poco F3, по сборке он идентичен. Вы можете посмотреть сборки каналов немерено, которые разбирали данный смартфон. По сбросу яркости он сбрасывает яркость намного меньше, чем Poco. Poco F3 у меня тоже на руках. Экран 120 Гц. Про процессор я уже сказал. Отображение показываю, что, разумеется, разрешение 1080 на 2400 точек. Размер экрана у нас 6,67 дюйма. Здесь, видите, плотность пикселей показана 394 PPI. Что у нас еще интересного по экрану? 120 Гц я уже сказал. Можно выбрать и 60. Следующая сеть. Сеть здесь Wi-Fi 6 версии. Есть поддержка, разумеется, есть поддержка 5G. Тест Wi-Fi, куда уж без него. Xiaomi и, конечно же, 6 версии. По идее, должен отдавать и принимать 900 Мбит. Но у меня одновременно, правда, сейчас скачается торрент. В целом неплохо. В целом неплохо. Может быть, торрент уже, кстати, и закончил качаться. Как многие пишут, что, Саня, уже в Питере есть 5G. Да, только там 9 локаций и одна из них Дворцовая площадь. Окей, я там поеду по тестю. Но вы увидите сами, что ничего особенного нет, когда в городе только в некоторых локациях есть смысл его проверять особо не вижу. Аккумулятор на 4500 мАч. Как вы уже видели, 9 с лишним часов он выживает даже дольше. Это очень неплохо для снэпа на 3-х восьмерках. Android все еще 11 версии. Ничего не поменялось. Думаю, ничего интересного здесь для вас не будет. По датчикам. Все, вы сейчас видите. Кому нужно, смогут прекрасно поставить на паузу. Кому очень нужно этот аппарат. Я пока продавать не буду. Он мне понравился. Какое-то время он у меня будет. Сможете спрашивать. Внутреннее хранилище. Хотя 128 гигабайт все равно показано, видите, 106. И реально свободно. Здесь где-то примерно было в стоке гигабайт 85. Это очень печально. Это мало. 3DMark. 3DMark особенность в результатах в том, что все очень круто. Очень. Кроме одного момента. У меня не получилось пройти вайдлайф стресс-тест. Никак. То есть аппарат перегревается. Говорит, иди в топку. Я его проходить не буду. Я этот аппарат понимаю, принимаю его позицию. Ну и черт с ним. Не хочет. И ладно. 562 тысячи. В девятой версии Antutu. Можете посмотреть и порадоваться, что по большому счету можно выдать и больше. Как там народ делает в холодильник запихивает. Раз вариант, два полупустой телефон можно гонять. В общем, вариантов как сделать так, чтобы он показал 800 очень много. Стресс-тест проходит довольно неплохо. Вы видите его результаты сейчас. И я бы сказал, что ничего супер печального нет. Как вы видите, температура выше даже 45 не поднималась. Была максимум 40. В геншинге еще покажу во время игры, что с ним было. И вот он момент истины при 30 фпс. Благополучно у меня геншинг идет. Понятно, что на низких настройках. Но это и не удивительно. Около часа прошла игра. Покажу вам график. Но вот она максималка. 47 градусов. Это не так и много. Повторяю, что это один из немногих Xiaomi, который у меня прошел с первого раза. Стресс-тест Antutu. Чему я несказанно рад. Но это с одной стороны. С другой стороны мы помним, что он не прошел стресс-тест в 3D-марке. Один, правда, из всех. Вот он и графика в геншинге. Ничего заоблачного, ничего печального. Играть можно. Понятно, что это один из лучших процессоров на данный момент. Самый горячий процессор. И единственное, что можно добавить, что геншинг ни на чем нормально не идет. Относительно того, что если вы поставите даже на последнем айфоне максимальную графику, мало того, что моментально будет уходить заряд, мало того, что будут какие-то подлагивания, все равно аппарат будет греться. Притом довольно сильно. Максимальная яркость у экрана 550 нит. Максимальная яркость при автояркости 940 нит. Притом в некоторых сайтах, опять же под глобалку, пишут, что максимальная яркость 1100 нит. Черт с ним, не особо это и важно. Я могу сказать, что четко этого экрана на солнце на улице хватает с головой. По фронталке вы видите, что она не особо большая. Меня она радует, меня она не бесит. Хотя я больше люблю, когда это дело все в углу. И по мне, наверное, намного приятнее, когда фронталка в углу. И еще одна мини-запись ночью стабилизации. Что бы я хотел обязательно сказать всем, кто мне советует каким-то образом лучше снимать примеры съемки. Я понимаю, что таким, не знаю, несчастливым способом я ухудшаю силу своего ролика в ютубе. И, возможно, у вас есть суперштативы, суперспособности для того, чтобы, не знаю, как-то снимать еще лучше, чем я. Что я хочу сказать? В этом смысл, наверное, моих роликов в том, чтобы вы понимали, что если у вас нет проф. каких-то способностей, то вот так примерно вы и будете снимать в обычных условиях обстановки. Никакие телефоны ни за 100 тысяч, ни за 50 тысяч не могут снимать нормально вечером или ночью. Да, какие-то лучше. Вот сейчас я, допустим, еще тестил Нейзер, и там вообще мракобесие. То есть здесь хотя бы что-то видно. В Нейзер вы увидите в ролике, что вообще ничего не понять. Скорее всего, в нерасширенный ролик этот пример записи вряд ли войдет. Но данную запись я делаю для лайв-канала. Там будет максимально все подробно. И, скорее всего, частично я лайв-обзора буду снимать на этот телефон. Мне кажется, это будет интереснее, когда сами телефоны будут участвовать в обзорах. Потому что основная часть стоимости этих мобильных устройств, к сожалению, сейчас это камера, которую большинству из нас вообще не нужна. Почему? Потому что, не знаю, лучше тот же Pocket купить за 25 тысяч и делать эти тиктоки. Ну, опять же, все это субъективно, это лично мое мнение. Там нужно чуть-чуть дольше заморачиваться просто. Storage тест я, по-моему, завалил. Но 45 тысяч это не предел. Напоминаю, что здесь USB, кстати, 2.0 стоит. Это опять же, при перекидывании файлов, почему они ставят такой мракобесие. Даже во флагманах. А это субфлагман, но черт с ним. Я не понимаю, но это их право. UFS 3.1, как я знаю. Это тип внутренней памяти довольно быстрая. Претензий к ней вообще никаких нет. Понятно, что мультитач на 10, экран не желтит, не синит. Шим у него адекватный. В ролик обязательно вставлю проверку Шима. Может быть, сейчас как раз вы ее увидите. Следующий момент. Мы посмотрели с вами все, кроме спеков на камеру. Точнее, не спеков на камеру, а спеков на устройство здесь. Все, что показывает Antutu, вы сейчас увидите. Ну, кроме того, что, опять же, Snap 3 восьмерки, Adreno 660 графический у нас. По, видите, камере. 108 мегапикселей. Опять же, мне нравится, как она снимает. По ширику он здесь максимум снимает на 1080p 30 фпс. Этого тоже хватает, по большому счету. Ночной режим мне не понравился. Хотя фотографии вроде бы кому-то ночного режима нравятся. Официальной благозащиты нет. Ну, и я думаю, для того, чтобы понять четко габариты данного девайса, достаточно его сравнить с S21 с Samsung. Вы видите, по диагонали, по толщине, по толщине он, конечно, даже с камерой, я бы сказал, выигрывает. Но все остальное, все-таки, Samsung является компактом. Если брать OnePlus 9 Pro, телефон, с которым я хожу, он чуть-чуть толще, но уже и не такой высокий. Хотя, также, моментально, как вы видите, царапается от всего. И если брать Redmi, на который скоро будет обзор, можете угадать, что это за модель. Она, можно сказать, с кровью и потом ко мне попадала, потому что оплатил я один телефон. Полтора месяца мне делали мозг, и в итоге мне прислали другой телефон с небольшой доплатой. Мне он тоже понравился, миниджек здесь есть. То есть, Mi 11i это довольно крупный телефон. У меня довольно маленькая кисть, поэтому вам оценивать, удобен ли вам он будет или нет. Вообще, сильно сомневаюсь, что его кто-то купит. С одной стороны, с другой стороны, я буду рад, если у вас появится интерес, и вы хотя бы в магазине сможете это дело покрутить в руках. Потому что, конечно, Mi 11i это лютый оверпрайс, но если вам нравится внешний вид, можно Redmi Note 10 взять, а можно попытаться и посмотреть на вот этот смарт. Он хорош. Но некоторые блогеры, американские, кто получат данный телефон до старта продаж, они указывали, что эта влагозащита есть. В принципе, они свидетельствуют то, что у нас есть резинка. По инфракрасному порту, он, кстати, находится вот здесь. По динамикам. Один из лучших динамиков, что я лично тестировал, и что тестировали, опять же, заморские блогеры. У них по АЧХ. Есть тесты, все можете посмотреть. И это неудивительно, потому что Xiaomi все-таки в каких-то местах должно расти. NFC работает без проблем. Сейчас 5 секунд, мы его с вами посмотрим, как это все дело. Вот он, великий и ужасный NFC. Проверяем. Работает. Пробуем G-Pay. G-Pay работает тоже. Еще некоторые моменты. Несущая часть корпуса здесь пластиковая. Вот. Это раз. Два. По поводу герметичности камеры. У меня все с ней в порядке, но на китайские версии, на АК-40, АК-40 Pro, популярные украинские, по-моему, блогеры, очень сильно жаловались. Задняя крышка точь-точь, как у Poco F3. В принципе, как и сборка, просто копия. Вспышка здесь одинарная, никакая не двойная. DC Dimming здесь по мне встроенный. Я еще раз повторяюсь, может быть, это вам не особо будет важно, но вот так. Подбородка здесь практически нет. Вы можете сейчас это увидеть. Про плавность говорить нечего. В этом смысле субфлагман отрабатывает на 100% просто. Давайте AI-бетчмарк еще, который я уже проводил. Можете увидеть данные, кому они важны, опять же. 1130-3680. Ну, не печаль, но и не космос. Какой может быть пример съемки у телефона, если ты в Петербурге без Екатерининского сада? Вот так примерно будет снимать камера, если вы будете снимать с одной руки, пешочком. Опять же, будучи, допустим, в Петербурге на каникулах, в отпуске. Либо просто проездом, чтобы посмотреть на все достопримечательности. Это одна из, скажем так, главных. И да-да-да, там Александрийский театр. Ничего не поменялось, ничего не снесли, ничего не перенесли. Снимает неплохо. И сейчас ультра интересный момент. Я только включаю геолокацию, программу только установил под GPS-тесту. При вас я захожу в программу, и мы увидим, как быстро, реально, сможет это дело при использовании приложения найти, где мы находимся. И какая будет погрешность. То есть, на данный момент мы, разумеется, видим 8. Дальше 4. Напоминаю, что в этом смысле Realme круче всех. Были до данного момента. Они до единички доходили, наверное, меньше, чем за минуту. Показываю, что вокруг никаких зданий и сооружений нет. Я нахожусь в Муринском парке. Поэтому максимально лояльная для данного телефона возможность показать себя. Пока 3 метра точность. Возможно. Вот хорошо встаю сюда. И очень хочется увидеть единичку, как я обычно вижу у тех же Realme. И хочется отметить, что буквально за неделю его защитная пленка заводская превратилась в полный мрачный хлам. Что, в принципе, неудивительно, но не особо приятно. Видим мы, что здесь все подключено. Все, что возможно. И пока GPS отработал очень быстро. Но не максимально точно. Возможно, через минуты 3-4 он у меня и поймает единичку. Я вам сообщу. Но за минуту 16. За минуту будем считать. Потому что была еще установка и разрешение. Максимальная точность 3 метра. Цена по ссылке в описании к видео в районе 30-ки. Плюс-минус. Плюс еще помним, что нужно будет платить таможенный налог. Обязательно, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал со скидками. Потому что через день уже, послезавтра, начинается опять какой-то мини-сейл на Али. Там будет значительно все дешевле. По данному аппарату, что я резюмирую. Я резюмирую, что он мне понравился. Почему? Потому что раз в него приятно играть, а два им хорошо снимать. Это что интересует меня. Понятно, здесь нет официальной влагозащиты. Понятно, что многие за уши притягивают, чтобы собрать максимальный хайп по KF3. В котором другой процессор. Понятно, что многие пытаются Redmi K40 Pro притянуть. Хотя это другой девайс. Вы прекрасно помните, что на основном канале у меня был Redmi K40 Game Edition обзор. И они рядом не лежали. Понятно, что можно на китайский аппарат сделать какой-то обзор и рассказывать потом, что это практически как Xiaomi. Но они разные. Они разные, потому что разные ПО, потому что разные какие-то минимальные решения. Еще раз, я понимаю, что по KF3 стоит чуть-чуть дешевле. Мне этот аппарат зашел. Его один из огромных плюсов, что вы можете пойти и потрогать его в магазине. Его категория в плане цены в России, ну, нецелесообразно его покупать. То есть, если вы покупаете на Али, на скидках, да. Если вы идете в магазин, они ломят цены даже у серых продавцов. Просто какие-то космические. Я бы на вашем месте это дело не брал. Не забудьте подписаться на этот канал. Написать в комментариях, нравится ли вам такой подход. Понятно, что это чуть-чуть растянуто. Но вы можете смотреть раз в X2. Два, вы можете обязательно и желательно это написать в комментариях, что вас интересует. На основном канале, когда я буду делать обзор, обязательно я эти вещи освещу. В целом, все, что только можно, вы сейчас увидели и услышали. Где-то, может быть, я что-то как-то забыл. Может быть, как-то не так протестировал. Но, я думаю, основную идею вы поняли, что это не худшее, что есть в линейке Mi 11. При том, Mi 11 мне сам, как вы помните, не понравился. Девайсу однозначно мое, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.